Всем привет ребята, меня зовут Руслана и сегодня будет видео о породе лабрадора ретривер. Ну что ж, давайте мы уже начнем. Лабрадор довольно популярная собака, которую предпочитают держать во многих семьях. Лучшей породы для содержания в доме, где есть дети, не пожелаешь. Стандарт породы. Вес лабрадоров кобелей нормально считается вес от 30 до 36 килограмм. У сучек от 25 до 32 килограмм. Лабрадоры могут быстро набирать вес за счет неправильного питания, а это черевята с заболеваниями сердца. Высота в колке. У кобелей 56-57 сантиметров, у сучек 54-56 сантиметров. Окрас. Стандартными считают три окраса. Черный, шоколадный и палевый. Но эти оттенки цветов могут быть весьма разнообразными. Светло-шоколадный, печеночный, золотистый, светло-кремовый, ред фокс. Палевый часто имеет коричнево-печеночную пигментацию. Грудь может украшать белое пятнышко. Шерсть. В лабрадору покрыта густой короткой шерстью, не имеющей волны отчесов. На ощупь шерсть кажется жесткой, вот непроницаемый подшерсток также отличается большой плотностью. Разновидности породы. Различие между лабрадорами и ретриверами разных окрасов может быть только в цвете. Если говорят, что черные лабрадоры более тяготеют к охоте, палевые отличаются некоторой ленью, а шоколадным упрямством это не так. Первым стандартным этой породой были признаны исключительно черные лабрадоры с глубоким угольным цветом. Позже в линейку стандартов были включены лабрадоры палевого, а затем шоколадного окраса. Ребята, а сейчас будет информация немножко еще о породе Ньюфаундленда. Общее описание породы, ее характер. История самой популярной в Европе собаки лабрадоры-ретривера началась в 19 веке. Есть свидетельства, что с острова Ньюфаундленд в Англию завезли несколько маленьких собачек Ньюфаундлендов. Их скрестили с кудрявым ретривером, а возможно и с фоксхаундом и с сеттером. Вот так и вывели чудесную породу современная лабрадора и ретривера. Собаки президентов и королей, спасатели полицейских инвалидов и обычных граждан. Внешний вид. Лабрадор довольно крупная и сильная собака с атлетическим телосложением и развитой мускулатурой. Она может работать несколько часов подряд, невзирая даже на плохую погоду. Именно поэтому лабрадоры используют в качестве охотничьей собаки, способной в самых сложных условиях долгое время проследовать птицу на воде или дичь в поле. Это универсальная собака. Ее физические данные и устойчивый темперамент позволяют работать как поисковику и поводырю, а интеллект быть прекрасным компонентом для хозяев. Продолжительность жизни может быть разной, но среднестатистический показатель 10-14 лет. На это и влияют качество ухода, правильное питание, разумная физическая нагрузка, а также постоянный ветеринарный контроль. Достоинство породы. Главное, что в отличие от лабрадоров и чем можно объяснить любовь к ним хозяев, идеальное состояние психики, сообразительность, привязанность к членам семьи, дружелюбное общение с детьми, умение по интонации человека, понять, что он должен сделать и точно исполнить приказ. Небольшим династатком можно называть любвеобильное отношение ко всем окружающим, в том числе и к незнакомым людям. Значит, в качестве сторожа его использовать нельзя. Характер. Лабрадора воистину золотой характер. Он готов служить хозяевом всегда и во всем. Его не назовешь телохранителем, для этой роли лучше подойдет коннокорсам. Но он может быть поводырю, сиделкой, помощником охотника и даже психотерапевтом. Он не будет ладить с причинами, но они медленно отреагируют на подозрительные шумы. Возможно, имеет смысл научить лабрадора команде голос. Настоящий ретривер-охотник с удовольствием принесет хозяину нужную вещь. Правильно воспитанный лабрадор послушает, легко воспринимает обучение и тренировки. Ему не свойственна агрессивная реакция на людей и животных. Более того, он любит детей и отличается в ласковом и спокойном отношении к старикам. Особенности дрессировки и воспитания. Лабрадоры легко подаются обучению и дрессировке. Важно начинать это делать вовремя, не дожидаться, когда собака возрослеет и успеет приобрести нежелательные привычки. Достаточно сказать, что трехмесячные щенки способны решить учебные задачи, наступные другим породам лишь 6-7 месяцев. Собака постоянно должна иметь какое-то занятие, хотя бы приносить хозяину тапочки или ловить брошенные детьми игрушки. Одно из природных свойств лабрадора – пристрастие к воде. Одно удовольствие – видеть, как они ныряют и плавают, помогая себе хвостом. И вторая – страсть заниматься аппортировкой и предметом. Это повод научить собаку выполнять команду аппорт при игре с тарелкой. Хозяева должны уделять ей максимум внимания, чтобы с раннего возраста она правильно адаптировалась к правилам общения с человеком, подчинялась его командам, набраться терпения и объяснить как ребенку, что можно делать, а чего нельзя. Крики и физическое воздействие при этом недопустимы. Часто говорят, что лабрадор – собака для всех, а вернее сказать, что для каждого, кто станет ее хорошим хозяином. Этот человек, который сможет уделить ей много внимания, который знает, что эта порода из-за особого хвоста нуждается в большом пространстве. Вообще, ребята, если вам это видео понравилось, поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал и всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.